Меня зовут Юджиния. Я рада сегодня приветствовать вас. И мы сейчас отправляемся на самом деле в потрясающее, фантастическое, волшебное путешествие в течение полутора или двух часов. Вот этот момент, в котором мы будем жить, именно жизнью, настоящей жизнью, в настоящем моменте, возможно, откроет вам многие пути в вашей жизни, развернет событийное поле, мгновенно поменяет вашу гормональную систему и произойдет эволюция мозга по всем уровням, по всем планам. Как и сказала Инна, на самом деле я с трепетом отношусь к каждому человеку, к каждой божественной единице. Уникальность, наивысшая компетенция каждого человека бесценна. И вот состояние, которое транслирует человек на своем луче предназначения, излучает жизнь изобилие и потрясающие моменты радости в жизни. На самом деле, да, человек тот, который живет событиями, событийностью живет, мы проживаем из ста лет всего пять. Представляете, насколько это мало? Насколько из ста процентов мы проживаем всего пять? Становится даже немножко обидно за это. И когда человек раскрыт, когда он вибрирует на частоте гораздо выше, чем в его страхе, конечно же, там уже не идет речь о том, чтобы страдать, о том, чтобы трансформировать себя через страдания и определять себя как замкнутую систему. Я немножко скажу, да, о своей работе, как она будет вестись, дорогие. Сразу заранее прошу прощения за то, что я вас замучаю вопросами, что вы чувствуете, что вы ощущаете. Для чего это нужно? Как только вы озвучиваете факт того, что у вас где-то есть ощущение в теле или какая-то пошла эмоция или чувство, сразу, мгновенно поле начинает это поглощать. Сейчас над нашей группой устанавливается мета-сила и фокусная точка, через которую идут, скажем так, следующее послание. Трансформация происходит для всех, но учитывая уникальный опыт каждого, уникальный опыт и, скажем так, привнесенный опыт и нераскрытый опыт по воплощенческому коридору, по родовым путям, да, то есть по вашему текущему воплощению. Иногда, иногда будет информация подаваться не системно. Это связано с тем, что я проводник потоков, каналов божественного импульса и восторга. Плюс сегодня мы еще свяжемся, если позволит время, свяжемся со звездой рожденной пульсацией, то есть с высокочастотной плазмой. И мы усилим сегодня небольшое давление, сделаем на нашу шишковидную железу, для того, чтобы вам перейти на новое восприятие своей жизни, открыть сверхспособности и увидеть всю красоту скрытых ритмов жизни. Я вам передам сейчас свое состояние через анаплазию. Анаплазия, немножко по ней отвлекусь. Анаплазия это такая способность человека, мозга человека, менять биологическую структуру клетки любого живого организма. А на сегодняшний день это просто необходимость, ага, звук и качество хорошие. Это необходимость на сегодняшний день для тех течений и вливаний космоса, которые до сегодня на нашу планету Земля. Я знаю, дорогие, что уже редкая птица, наверное, доведетит до вашего ума. И моя задача поделиться с вами, может быть, приоткрыть грань того, что мы знаем, того, куда мы идем с другой стороны. И информация иногда стыкуется так. У меня выстроен язык. Это подарил мне тоже верховный механизм, который я развивала. Выстроен язык так, чтобы слова, которые вместе будут произноситься, будут вскрывать ваши коды мозга. То есть длиной волны своего мозга будет идти воздействие на спящие зоны нейронов в вашем мозге. А те, которые уже отжили, те, которые уже совершенно чисто были по инерции, они просто будут спокойно разрушаться. Вот, дорогие мои, для того, чтобы мне привязать вашу каждую, скажем так, фокусную точку в общую группу, скажите, пожалуйста, кто есть откуда. И они разбираются совершенно во флагах, которые вот здесь вот у нас справа. Скажите, пожалуйста, из каких вы городов или стран? Здесь такое разнообразие. Так, потрясающе. Легкость в теле и тепло в груди. Шикарно. Дорогие, я прошу вас не стесняться, если кого-то сейчас поднимет Сибирь, Омск. Шикарно. Я, кстати, вещаю из Новокузнецка. Это Кемеровская область, Кузбасс. У нас рядом Горная Украина, Канада, Владимир. Включаем. Включаем все ваши опыты. Новосибирск. О, мурашки. Прямо мурашки пошли. Потрясающе. Питер, Барнаул, Москва, Кострома. Ростов, Прибалтика. Включаемся, дорогие. Смотрите, мои хорошие. Пемза, Москва. Когда я говорю «включаемся», ваше тело сразу слышит меня. То есть, когда я говорю «включаемся», оно сразу открывает нашу клеточку. Те Хакасия, Минск, Алматы, Краснодар. Вау. Вообще. Просто все боги со всех концов планеты. Магнитогорск, Братск, Берск. Берск шикарно, да, тоже. Когда открывается наша клетка, ваша лимфа и кровь начинают бурлить. Когда она бурлит, то все суммы напряжений поднимаются и растворяются. Либо будут телепортироваться, либо освобождаться из вашего тела. Что такое суммы напряжений? Я прошу вас не стесняться, если у кого-то пойдет тоска, грусть, возможно печаль. Не переживаем, это просто ментальное замешательство. Что такое ментальное замешательство? Те суммы напряжений, которые будут подниматься, как старая ненужная информация в вашем теле. Холод и мурашки шикарно, Тамара, поймала, поймала квантумную волну. Потому что здесь канал, у кого пойдет холод, да, канал работает еще Архея. Архея это выделенный канал, с которым я работаю. Вы знаете, кто такие бактерии Архея? Это те, которые выжили в вечной мерзлоте в космосе. Те, которые восстанавливают, омолаживают организм и полностью перезапускают клетки. Может быть такое, что квантовый ментол может идти, дорогие. Кроме того, прямо сейчас, да, завожу в нашу фокусную точку. То, что если у кого-то есть привязки к ушедшим, коды, корни, импланты, следы, метки, да, сигнальные устройства. Ну, скажем так, да, неважно, как они и кем были поставлены, сейчас не об этом речь. Прямо сейчас все будет возвращаться авторам, да, и ваши тела пойдут чиститься. Я прошу прощения, но вот стиль моей работы таков, что я люблю очень много. Сразу, глубоко и быстро. Потому что если мы всю жизнь будем искать, где у нас находится любовь, деньги и все остальное, а когда мы жить-то будем, когда мы будем любить. То есть, ну, на меньшее вы просто не согласны, да. И здесь я думаю, что многие так думают. Вот, сейчас я просмотрю вас немножечко. Давайте почистим солнечное сплетение и пойдем дальше, да. Для чего мы чистим солнечное сплетение? Сразу скажу, что солнечное сплетение – это центр, с которым мы, кстати, сегодня будем работать, да. Какие мурашки, ничего же нет на экране. По затылку, Гульнара, дорогая, подсознание пошло открываться. Где встреча? Азаду – это такое имя, да, прекрасное. Охлада по рукам идет, шикарно, отлично. Солнечное сплетение – это чакра, чакра, да. Нервное сплетение уходит за чакру внутрь нашего кишечника. И, соответственно, этот центр отвечает за наше тело желаний, за наши реализованные мечты и эмоции. Как бы вся наша, как это сказать, ментальный мусор, то есть все наши реализованные мечты, планы, желания, все утилизируется туда. И, кстати, могу сказать, что если чистить солнечное сплетение хотя бы два раза в день, где самая Джиня, Джиню, потеряли, пусть перед, азад, а ты слышишь или не видишь? Перезайди, пожалуйста, в комнату. Солнечное сплетение, если чистить два раза в день, буквально через неделю снимается в 80% ваших заболеваний, любых искажений, которые есть в теле. Мгновенно. С чем это связано, дорогие? Здесь вы видите картинку, здесь командный центр находится. Ваша промежность, когда я говорю в вашу промежность, сделали вдох, нырнули вниманием, внутренним вниманием просто в промежность. И прямо сейчас там пойдет раскрутка и высвобождение. Когда наша команда, визуализация о наших желаниях, о наших планах, начинает стремиться к материализации. Танечка Зорина видит меня не очень четко. Может быть, мне подвинуться, но у меня срежет голову, дорогие. И когда она стремится начинать к материализации, соответственно, она стремится куда? Ну, конечно же, вниз, да? Конечно же, в нашу промежность. Наша промежность или Муладхара, по-моему, Муладхара чакра, не помню уже на восточный манер, как она называется, она отвечает за смерть и выработку новых клеток. То есть за смерть, за энтропию старых клеток и за выработку новых клеток. Соответственно, если на пути к материализации вмешивается солнечное сплетение, это наши сомнения, а как, что, а когда, разумеется, идет искажение. По моему опыту уже могу сказать, даже вот кто с онкозаболеваниями приходили, клиенты, да, это первое, что мы делали, потому что неконтролируемый рост клеток останавливается вот таким путем, что мгновенно влияет, соответственно, на понижение онкомаркеров в разы, а то в десятки раз. Глубокий вдох, выдох, высвободили энергию. Подумайте сейчас о каких-нибудь блокировках, которые вам мешают на сегодняшний день. Да, будет, будет запись. На сегодняшний день мешают осуществлению вашего плана. Просто подумайте о них. Ныряем, внимание, в большое затылочное отверстие. Это ямка под нашим затылком, где шея соединяется с головой. Снимаем блокировки. Просто сидим на ощущении и снимаем. Я чуть-чуть помолчу, посмотрю, как происходит ваш процесс. Отлично. Шикарные потоки идут. Раскрываем. Прерывается, да? Ну да, это отдельная тема. Я, наверное, даже буду вебинар отдельно давать по онкозаболеваниям. Там есть всего четыре причины, почему оно приходит. Вот, дорогие мои. Так, продолжаем дальше. Отметьте, пожалуйста, сейчас, куда идет ваше внимание в теле. Отметьте и напишите. Просто внимание, неважно, видим, не видим. Прямо сейчас ваше тело и сознание погружается в ту степень, при которой наши кости, наши органы. Все встанет на осень. Сильная боль в голове. Тамара, дорогая, где именно? Где именно? А, в горле, в горле. Да, это уровень личности. Да, здесь личности. Здесь, конечно же, находится первичная горловая, вторичная горловая. Затылок, голова. Да, мои хорошие, немножко голову будет распирать. Это связано с тем, что мы сейчас новые нейроны. Мы возбуждаем сейчас новые нейроны, новый парадигму жизни. С Ватхистана пошла. Отлично. Да, точка G, там завибривает позвоночник. Орло, хорошо. Включаем. Я предлагаю для начала включить целительский портал, наимощнейший портал огненные чаши. Для того, чтобы он автоматически работал, потому что он запускается на полчаса, и дальше мы начнем работать с нашей акупунктурой. У нас сегодня масса приятностей и волшебства. Голове чуть выше лба. Здесь находится у нас чакра четвертого глаза. Я не знаю, знаете вы о ней или нет. Это тоже такое волшебное место нашей сути. Открывается солнечное сплетение. Дорогие, давайте нейтрализуем. Ставим, где есть боли распирания, сразу нейтрализацию и на солнечное сплетение направляем. Я сейчас направляю на 18 секунд. Вихрь зеленого цвета, прана зеленого цвета, на 18 секунд идет для вас по часовой стрелке. Ваша задача расслабляться и принимать. Отнестись к этому сейчас, как... Есть такое понятие щедро принимать. Вот ваша задача сегодня просто щедро принимать. Моя задача давать. Давайте вам все, что идет. И вот переводить. Мила, если почему-то отключался ноутбук, то энергии не ду к нам. Все шикарно, все идет. Все идет даже к тем, кто сейчас, кого вышибла, вынесла. Принимая с благодатью. Распирать зубы и челюсти. Ната, дорогая, зубы и челюсти. Мои хорошие, заземление зубов – это корень, это промежность. Челюсти – это сдавленный, спрессованный гнев. Давайте критическая масса гнева на ваших родовых полях. И страх жить, страх себя проявлять. Программу «Мне нет места» в этой жизни, в этом мире прямо сейчас аннигилируется. Почувствуем сейчас освобождение. Дайте себе такой подарок освободиться. Выйти, просто выйти. Нет смысла новое натягивать на старое. Можно просто завершить. Выйти старое. Хорошо. Боль под левой лопаткой. Лена красный, туда красный сразу. У кого пойдут сейчас состояния с земным сердцем, это левая сторона, центральное сердце, духовная сторона – это правое, центральное тимус. Туда красную прану, дорогие. Сразу автоматически будет расслаблять. Сердце – очень важный момент. Я не знаю, как по-медицински, уж простите меня, называется. Сердечная сумка – это такой мешочек в нашем сердце, где есть гормональная жидкость. Гормональная жидкость, соответственно, там химические посланники, соответственно, посланники эти сформированы мозгом, нашими мыслями, нашим мышлением. Также спинной мозг и головной мозг, который висит, он буквально у нас подвешен, он находится у нас в ликворе. Соответственно, вот эта жидкость, она тоже имеет гормональный состав. Сильная зимота, чистка пошла. Шикарно, дорогие. Просто знайте, что все это происходит. Да, на самом деле это происходит, дорогие. Даже если сейчас кто-то беспокоится и очень напрягается, чтобы что-то почувствовать, сделайте вдох. Позвольте себе быть вот таким сейчас. Просто смотрите, чтобы вы сразу заранее себя не корили, сразу сниму вас вот эту вину, я не такая, я не чувствую, что-то со мной не так или с компьютером, с мастером или что-то еще. Есть люди, которые постепенно идут, то есть им проще по чуть-чуть идти. А есть спринтеры. Вот они накапливают по методу арбуза. Что произойдет, если вы съедите целый арбуз, никому не дадите? Ну, конечно, и через какое-то время вы просто будете вынуждены сходить в туалет, вас прорвет, да? Вот, и здесь так же может быть. В левом ухе. Да, левое ухо – это связь у нас с космосом, с космическими вливаниями. Дорогие, давайте снимаем. Хорошо. Так, оранжевый пошел на снятие, на высвобождение заблокированной энергии в вашем солнечном сплетении. Левая рука работает как нейтрализатор, правая будет стимулировать вас, стимулировать, перезапускать нашу систему. Мой голос обаюкивает, может быть, мне пободрее, может быть. Надя, дорогая, да, благодарю вас. Голова болит. Кулечка, где болит? Давайте посмотрим, если у кого-то болят виски. Это импланты вины. О чем ваша вина? Помните себе, что выскочит, о чем ваша вина. Если виски, там стоят импланты вины и не позволение себе быть такой, какая или какой вы есть на самом деле. Ямка на затылке. Там подсознать, там вход в подсознание, дорогие, во лбу. Отлично. Лоб – это зона сложного мышления, это восприятие, это образы, это отделы, это где коннектится у нас, выводы делаются от того, чем мы живем и что мы принимали, какой опыт. Затылок. Отлично. Хорошо. Сзади на солнечное сплетение. Со спины также направляю зеленый на 18 секунд на очистку и оранжевый на 18 секунд на вывод заблокированной энергии. Зеленый поток для вас, для вас, то есть вот так, для вас идет по часовой стрелке, а оранжевый против часовой стрелки. Хорошо. Зацементированность сзади по Сватхистане. Да, Лариса, благодарю за такую констатацию, да, потому что сзади Сватхистана крестец, дорогий копчик, там находится перераспределительный блок. На будущее. Любая программа, любая медитация, все, с чем вы соприкасаетесь. Юра, посильнее что? Давай, хорошо. В правом полушарии подаем мотоке. Столько, сколько возьмете. Я даю по полной, честно говоря, поджелудочная болезнь, да, на раке, дорогие мои. Крестец, да, сейчас про крестец договорю и буду дальше отвечать на ваши, комментировать вашу обратную связь. Крестец перераспределительный блок. Когда вы меняете свое подсознание, когда вы меняете свою парадигму, свои ценности, свою химию, соответственно, позвольте себе такую роскошь, как заякоривать программу, новую и новую инсталлированную программу в крестец и обязательно проводить через пупок. Чем это связано? Пупок – это единственная чакра, которая связана со всеми меридианами, со всеми каналами, со всеми акупунктурными линиями, со всеми психосексуальными каналами, на всех уровнях, потому что у нас не просто семь чакр, вы наверняка знаете, да, а у нас много-много, мне кажется, у меня даже свет меняется в пространстве, у нас много-много световых слоев галактического тела, космического тела и так далее, и так далее, и так далее. То есть у нас вечное восходящее Я. Зуб на затылке – отлично. Кроме того, чакра промежности, еще стоит отметить, она… у кого проблемы, допустим, с волосистой частью головы, или вообще с частью головы, маски на лице, маски скорби, маски уныния, непитание, несвежий цвет лица, то есть не состояние, нестояние, так скажем, на лице, волосяные луковицы, плохой раствол, ломкие волосы и так далее, вся голова питается снизу, это внутренние и внешние каротидные артерии, которые находятся внутри, они питают наши волосяные луковицы, и соответственно чакры. По всем чакрам, челюстные, малые челюстные, вот где лимфозные, находятся у нас височные, это все питание нашего лица. Соответственно, другие девочки и мальчики, как отдельно, это я вас так соблазняю, завлекаю, на самом деле, как у нас идет питание от нижних органов малого таза, к лицу так и будет выглядеть наше собственное лицо. Волосы моя тема, да, здорово, давить на плечи, Танюш, давить на плечи, это открыт коридор воплощений, во-первых, значит принесло по воплощениям, это очень здорово, и там же финансовые блоки стоят, и там же по правой стороне, вот здесь на сгибе, у вас идет чакра милости к себе, а по левой стороне, на таком же сгибе идет чакра полномочий. Это на самом деле на сегодняшний день очень важные центры для раскрытия, для, скажем так, для того, чтобы встать сегодня в тот поток, в те герцы, которые сегодня идут на землю. Люди потерялись на сегодняшний день, да, перед глазами плывут, как облака, оранжево-красного и желтого цвета. Танила, рождаешь, прану прямо в прямом эфире, здорово, значит шишковидная, сейчас получает изменения, гормональные изменения, дорогие. Травма копчика была. Тома, дорогая, все исправимо, давайте сейчас у кого травма, сразу скорректируем, я вас благодарю за такую откровенность, за вашу обратную связь, потому что очень здорово, да, мы управляем сейчас нашим костным аппаратом. Травма копчика, любые травмы, прямо сейчас, мы убираем искажение. Их тел, ваши кости, ваша кожа, ваше тело клеточки слышат меня, они слышат те потоки, они ощущают. И мы сейчас таем, как свеча. Сделайте глубокий вдох и на выдохе расплавляемся, растворяемся, исчезаем. Состояние мягкости и плавучести мы позволяем просто телу стать сейчас мягким, как воск. это предельно сократит, вибрирует третий глаз, шикарно, это мощно сократит процессы вашей трансформации, вашего исцеления и будет тело стремиться сейчас к исправленным по вашей божественной матрице, по вашему эталонному сакральному рисунку природы, который записан у вас в кружеве. Про кружево мы поговорим отдельно. Итак, тошнит. мои хорошие, признаюсь, будет тянущая тошнота, возможно, такое, потому что у нас все сейчас мы поднимаем снизу, плюс еще лимфа, кровь, работает, да, не забываем глубокий вдох и на выдохе растворяемся сейчас. Скажите, пожалуйста, у кого сейчас так мощно горит зона сзади лопата и центр груди как обжигает. Неприятное ощущение, Люда, только даже не прочитала, сказала, да, тогда, слезы потекли. О, дорогая, в таком моменте молчания для того, чтобы принять. Есть такое выражение, я его даю своим студентам на эволюции мозга гиде-газа-мах космическое завершение начала, то есть принятие того опыта, который был. То есть принятие без всякой оценки, без каких-либо суждений. Да, было так. Отлично. Итак, включаю чаши. Готовы? Напишите, что да. Ваша готовность, дорогие, определяет свершение. Это мощный, квантовый, шикарный, многомерный кристаллический портал. Это не канал. Я всегда делаю акцент на том, что для меня, для моего восприятия, на внутреннем экране старуха и я там не увидела. пролетел. Со старостью вообще интересная такая вещь, под ней лежит огромный потенциал. Канал для меня это слишком как-то узко или выделено. А вот портал, система портальности, она позволяет размещать сюда те энергии, те вливания, которые соответствуют космическим операциям, квантовой медицине. То есть омоложение те же самые бактерии археи, которые работают на полностью реконструкцию и воссоздание всего организма по вашим латрицам. Потому что на самом деле старость, увядание, уменьшение страданий, то, во что мы привыкли верить, я прошу вас сейчас вдуматься, именно осмыслить. Для чего я прошу всегда осмыслять фразы. Когда вами осмыслена фраза, она входит в ваши клеточки, внутрь, внутрь, и внутрь начинает разворачиваться и работать. Так работает сейчас все наше квантовое поле. Каждое слово, которое я завожу у вас, оно многомерное. Это не линейные, не плоские слова. Я вам признаюсь, я с самого детства вижу буквы в книгах как на полках стоят. То есть вот такое зрение присутствует и вот те слова, которые произносятся, они просто раскодируют сейчас. Конечно, если вы уже прониклись ко мне довериям, раскрываетесь, дорогие, вы получите только плюсы. Еще скажу такую вещь. Нет поводов для беспокойства. это моя преданность своей миссии тому делу, которое я делаю, все мои эгрегориальные структуры, которые я создаю. Проекты, академии, чаты, пространства, там прописаны особые условия. Вы знаете уже наверняка, что такое эгрегоры. И при выходе из эгрегора, конечно же, начинается съем потенциал. у вас в жизни начинаются какие-нибудь такие не очень хорошие приятности, и вы быстренько возвращаетесь в тот эгрегор, под которым были, и, соответственно, жизнь улучшается. В моем случае работает по-другому. Всегда человек при выходе никогда не будет никакого съема. Это прямо прописано везде и всегда, а всегда идет на раскрытие вашего потенциала. растворилось пространство, но голос ваш слышит. Тома, дорогая, я поздравляю тебя с тем, простите, я с вами на ты, мои хорошие, я поздравляю тебя с переходом на новую линию жизни, если ты растворяешься. Организм выдержит справа шея на уровне плеча задни, на уровне плеча чакра милости к себе прекращаю проживаю на себе все грехи человечества. Звука не добавляйте. Здравствуй, Ирочка, подключайся, дорогая. Итак, огненные чаши, открываем эфирное тело, важный момент, поэтому я и говорю сейчас, что тело ваше выдержит, потому что мы сейчас откроем эфир. Установлены везде фильтры безопасности, у нас зона неприкосновенности. Отлично. Дорогие, следуем за моим вниманием, можете прикрыть глазки, глубокий вдох и выдох. Расслабляемся. Совершенно некуда спешить, внутри нас мир и покой замерзло. Над, дорогая, значит, тебе сейчас применяют именно тот регистр, когда нет смысла жаром, нет смысла выгорать, и поэтому проще заморозить. Иногда так делают. Все учитывает ваш индивидуальный опыт, ваши клеточки. Ломит поясницы блин крестцу. Леночка вдох и выдох туда. Исследуем за моим голосом, внутренним вниманием, открываем входы и выходы своего эфирного тела. Сразу подумайте сейчас, составьте, дайте себе идею, намерение, то есть представьте вообразите, почувствуйте, не важно как, ощущения для чего вы здесь, да, то есть ваш идеальный образ, что вы уже здоровы, я есть то состояние, которое я получу при абсолютном здоровье, да, я есть то состояние, которое, то есть сейчас начинается глобальная чистка и трансформация. Поехали. Внимание, в центр столб открываются входы и выходы, это будут такие, как типа дырки, что ли, простите, через которые проходит свет. На сгибах больших пальцев под большими пальчиками под каждым пальчиком открываем, хорошо, пяточка справа и слева, то есть вот это вот ахилово сухожилие, да, справа слева от него, поднимаемся выше под коленом, все колено справа, слева, сзади и спереди там, тоже у нас стоят как были узлы, да, поэтому нам нужно снять сумму напряжений. Ох, прямо такая тряска, я обязана вам тоже давать обратную связь, как я считываю вас, да, общим полем, то есть очень крупная тряска на клетках идет, конечно, переворот мощный идет. У многих запустились процессы выталкивания метафузина, то есть белковыживания и страх портизол, гормон стресса, вырасти, уведания также сейчас поднимется. Далее идем, дорогие, поднимаемся, обращая внимание своим внутренним взором на свой пах, анус промежность паховой области, в левом паху чакра отношений, чакра достоинства. Поднимаемся чуть выше, три пальца, три пальца ниже пупка или, как я говорю, наш сакральный центр, центр той силы, которая создала нас, древняя, могучая, та, которая знает наши инстинкты, наша чуйка. не зря говорят, что пятая точка чувствую, потому что чуйка на самом деле находится там. Пупок, дорогие, открываем обязательно, нырните внутрь пупка, вдох на выдохе, два сантиметра чуть ниже пупка. Напрягаться не нужно, я все равно вниманием веду вас туда, однозначно слежу за процессом. Подвздошные кости, дорогие, правая и левая кость, переходим сзади на крестец, место, где соединяются ягодички, обязательно, и с правой стороны две точки от крестца, и с левой стороны две точки от крестца. Открываем. Обращаем внимание на свой позвоночник и открываем его как створочку, как полностью открылась створка. Отлично. Хорошо. Теперь идем в солнечное сплетение. Открываем все три уровня солнечного сплетения, то есть под диафрагмой. Далее переходим к точкам между грудями у женщин, у мужчин, я не знаю, вот эта косточка между правой и левой грудью. Здесь находится сердце шамана. Открываем ее. Правое и левое сердце, центр груди, еремная спадина. Правая и левая ключица. Все импланты справа и левая ключицы, то есть там стоят у нас большинство людей, там находится онкоблок и лимфоблок, то есть справа и слева. происходит изъятие. Отлично, маленечко подождем. Выравниваем сейчас скорости. Отлично, переходим на ручки в центре на дуне. Врата целителя открываем на программу самоисцеления, поэтому врата целителя это большой палец вокруг. Прямо открываем все входы и выходы вокруг большого пальчика. Запястье, запястные косточки справа, слева, спереди, сзади, то есть или сверху снизу, относительно того, как ваша рука сейчас находится. хорошо, поднимаемся к локтям, локти, входы и выходы со всем сторон. речевые суставы дорогие. Места соединения рук с туловищем. Отлично, открыли дверку. Погоны, погоны важная вещь. Дорогие, через погоны выходят всегда какие-либо сущности. Сущности имею ввиду всех, которые были сформированы. На программах жертвы, на программах нищебродства я не такая, я никакая, у меня не получится или просто какие-нибудь приступы агрессии, гнева и так далее. То есть через погоны выходят вот эти все стуки, которые заполоняют наше ментальное сознание и не дают двигаться в счастливом ракурсе. Отлично, хорошо. Ерёвная впадина, центр горла, где кадык и вторичная горловая чуть выше прямо где подбородочек соединяется. Отлично, шикарно. Так, лимфоузлы мои хорошие. Давайте брелевую зону там можно, брелевая зона это вот эти места. Вот здесь открываем за ушками и под ушками прямо под мочкой. Открыли входы и выходы. Отлично. шикарно. Уши перед ушками вот эти точки, рот, нос, глаза, височные доли, затылочные, большое затылочное отверстие. Мы просто за моим голосом идём и происходит сейчас раскрытие эфирного тела. справа и слева от БЗО я их буду так называть большое затылочное отверстие. Место соединения ямка шеи с черепом. Хорошо. И виничная. Переносицу открываем область межбровья не трогаем. Это для того, чтобы вы сохраняли зону своих границ, но были энергопроницаемыми. Отлично. Хорошо. Открывается. Переставлю чаши над каждой из чакр. цилиндры. 8 цилиндров под ногами 7 вокруг 1 в середине. Не волнуйтесь, если кто-то не представляет, не видит, не ощущает или не успевает. Все происходит. Под ногами, теперь над головой также 8 цилиндров они расположены 7 вокруг 8 в центре. Если смотреть на них в фаз, они как цветочек могут полагаться сердцевин. Отлично. И поехали. Чаша устанавливаем верхнюю и нижнюю чашу над каждой чакрой и подаю сейчас настройку. вы внутри своей сферы и все сейчас все сублимируется, вытягивается все, что мешает, все, что искажает ваше естество. Прямо сейчас происходит постановка на ваш луч харизмы, на ваш луч предназначение. Мы встаем в свой истинный стример судьбы. И на расширение сознания сейчас еще поставлю несколько. работа целительскому порталу 30 минут. После 30 минут закроется, выровняется вся ваша стала морозить. Закроется ваше эфирное тело, полностью эфирное. что повторяет ваше физическое тело выровняется и начнет передавать информацию на физическое тело. также туда заложена информация о балансировке с вашими чакрами. Если я могу упустить, потом напомните мне в конце вебинара сбалансировать ваше кружево и узор. Это очень важно для изменения ваших событий в жизни. Потрясающая вещь. Она делается в конце и я просто могу забыть. На потоке могу забыть. Хорошо, дорогие. Наблюдаем, ощущаем, пишем, конечно же, в чат, что происходит. И я уже немножко начинаю приближаться к своим квантовым, любимым, обожаемым темам, на которых с радостью сегодня поделюсь с вами. В квантовой медицине или в космической хирургии присутствует понятие о многомерных состояниях материи. Боль справа, лопатки, вздохнула, жажда и поташни. Валентина, если есть возможность попить водички, вообще сейчас только вы увидите, что Евгения выходит на вебинар по рассылке, готовьте воду. Прямо советую, потому что это очень круто. Я владею техникой активации гидроплазмы в нашем организме и все записывается на воду. Жарко, голова немного заболела. Да, точка, голова немножко поболит. Может, поболеть, это от распирания, от новых нейронов. Ощущение движения энергии в теле, боль между лопаток в позвоночнике, закрытое сердце, то есть способность принимать. Мы лопатками принимаем, передом мы отдаем, то есть вот эти места мы отдаем, задней частью мы принимаем, туда красный направляем, тепло тепло всплотит. на самом деле жарко и ваша покорная слуга тоже сейчас сидит и испытывает жар. В голове движение, все тело вибрирует, голова кружится, приятное состояние, так, здорово, отлично. умиротворение. Да, говорят, что состояние безмятежности это как раз то состояние, из которого вы можете выбирать, когда вы возвращаете себе право выбирать ровное, очень жарко, отлично. хорошо. Итак, как я сказала, в квантовой медицине присутствуют такие понятия, многомерная мать и крутит колени, колени собирателей страхов и ваших стенаний души и разница между тем, кем вы проявляетесь и кто вы на самом деле, то есть между внутренним и внешним миром, это направление куда вы идете. Выстраиваем по осям симметрии сейчас нашу костную систему. На самом деле, дорогие, я вам сейчас даю, конечно, очень много. Не старайтесь даже запоминать ту информацию, ваша задача просто принимать сейчас потоки и сидеть. Вот более расширенно, да, это я все преподаю в эволюции мозга, да, на семестрах, где мы разворачиваем эти темы очень глубоко и на самом деле это очень такие емкие темы, многомерные темы. Соответственно, качество вашей жизни, ну, просто потом вы говорите, да, я молодец, я молодец, потому что мы там учимся видеть скрытые ритмы, сейчас без этого никак. Оставшиеся зубы заболели, Ира, чувство юмора потрясает, горят точки за ушами, приятно, супер. Да, космическое питание и связь со своей звездной семьей, это за ушами, под лопаткой болит. Еще это ваши вебинары, все остальное мощно. Меня постоянно выбивает, Ирочка выбивает из комнаты или выбивает, как бы, выключает подсознание. Уточни, пожалуйста, моя хорошая, я не поняла. Через тихие зубы отпустила, теперь опять заныла, голова, пульсия, чаши, огненные чаши, дорогие. Да, немножко будет трансформация, но знаете, через сутки двое, эффект легких ног. Вот, ощущение, как будто до этого вы и не ходили, как будто вы были прибиты к земле. Вот, у кого-то сразу пойдет, у всех скорости разный, да, но эффект однозначно все почувствуют потрясающе. Тошнить стал, да, вот, одно место, через которое мы себе когда-то затыкали свои истинные желания, мы их запретили себе на глубинном уровне желать, потому что это все с детства идет, на самом деле, потому что наше желание, как мы немножко на желание расподняли эту тему, когда вам в детстве говорили, нельзя, отстань, или когда родители ругались, что допустим чего-то не было, что-то вы не могли в семье приобрести и так далее, и так далее. У вас записывается, что вам нельзя желать, вам нельзя произносить свои желания, потому что будет плохо вашим близким, либо это повлечет, либо скандалы, либо безденежные, и так далее, и так далее. Многие проходили опыт, когда были времена, когда все семью не скребали, чтобы собрать ребенка в школу, в первый класс, или в детский сад, когда приходила осень, например, поэтому оттуда все корни тянутся, прямо сейчас что мы делаем? Конечно же, отпускаем этот опыт, принимаем, что он был, признаем и осознаем, и отпускаем поясницу, давление повышается. глубокий вдох, выдох, чуть-чуть вниз, Наташенька, усилить нижние потоки, сверху вниз, вдох в макушечку, и мы усиливаем в ноги, у кого давление, у кого сейчас голова очень сильная, если виски, я уже говорю, что братика хотела, либо дали братика, или не, порошки в левой руке, деньги, сразу вместе получается, обрести, считаю, есть такой денежный код потрясающий, не умею сильно желать чего-либо, потому что стоит, мне нельзя желать. Это огромная тема, тоже вебинара, мы прямо проводили с моими студентами, с нашими участниками на эволюцию мозга, тему мне нельзя желать, мы прямо из подсознания, прямо уходили в глубину подсознания и прямо разблокировали потрясающие результаты, кстати, можете почитать моих партнеров, Инна и вся команда, которые мне сегодня, мои ангелы-хранители, которые меня здесь представили, они вам дадут ссылочку, Инна, можно ссылочку, где именно потрясающие отзывы, да, и где есть описание эволюции мозга, не дали братики, большая тяжесть правой части головы, отлично, потому что правое полушарие, оно сейчас включено, и так, идем дальше, наше тело, такой же мини-космос, такое же межпространственное поле, как и вселенная, и оно, конечно же, и оно окружено полем еще большего размера, случилось плакать, мне можно плакать, потому что плакать это слабость, нельзя было, я вам сегодня предлагаю, призываю, соблазняю вас осмыслить, увидеть, наверное, немножко, может быть, посмотреть даже где-то моими глазами, и то, что мы сейчас имеем, то, что у нас есть, мы уже много слышали того, что да, это результат нашего выбора, наших мыслей, и так далее, и так далее, уже просто люди запутались, что такое божественность, куда мы идем, что такое безусловная любовь, и все хотим вознесения, что такое вознесение, на самом деле, это желание смерти, вознестись, да, но на самом деле, то, что есть, задумайтесь, пожалуйста, сейчас осмыслите, это всего лишь частный случай самого мироздания, мироздания, один частный случай, угу, улюбленная под левой лопаткой, если колит, сделай глубокий вдох, я сейчас эфирными пальцами туда погружаюсь, если, конечно, ты мне доверяешь, потому что я много работаю с постановкой, в органах на место, и могу легко, у кого сейчас колит, позвольте мне сейчас проникнуть, ваше тело расслаблено, расплавлено, и сейчас снимаю, это концентраты, концентраты сейчас, сумма напряжений, вся старость, все уведение, это сумма напряжений, записана на наших информационных носителях, лимфа и кровь, как открытие сновидения, очень интересный, классный, вопрос, спасибо, скоро отвечу, и то, что мы сейчас приняли за истину, за то, что у нас есть климаксы, очень много нужно, трудно, долго, тяжело работать, чтобы чем-то достичь, да, и все, вот, все, что мы видим, все, что прокачивается, ни плохо, ни хорошо, это просто один из случаев мироздания, благодарю, дорогая, за доверие, каждый ваш импульс, отражая и умножая, всего лишь частный случай мироздания, а что если мироздание, это что, это квантовое поле, в котором есть варианты всего, и мы оживляемся вниманием, а что если есть другой случай мироздания, когда мне было 4 года, я пришла в ужас от того, что на этой планете существует смерть, старость, болезни и все прочие штуки, это просто была война против, не знаю, всех и всего, и против моих земных родителей, потому что моя память помнила другое, а что если, думайте, здесь я прямо специально делаю небольшую интригу и паузу, а что если существует и можно, возможно проявить другой случай мироздания, что опять же доказывает, наш священный мозг может творить невозможные вещи. Я вообще всех своих участников веду через эволюцию мозга, через активацию карты мозга, она давалась у меня на эволюции мозг, и мы там именно... Сейчас, мои хорошие, я в подсознание вхожу, простите, что прерываю свой текст, необходимо, вот смотрите, Холка, Холка, я ее так называю, Холка, это вот эта вот косточка, которая у нас еще в долге горбик ее называют, растворяем сейчас там в узловой точке растворяем всю информацию, которую уже можно не делать, уже кармический закон даже отменили, многие люди до сих пор по какой-то там инерции, это что-то все там отрабатывают, через страдания идут. Да, да, Танюш, да, Дина, дорогая, да, вот это, там находится чакра квантового скачка, сейчас вот необходимо, немножко перейдем туда, внимание, делаем глубокий вдох, выдох, распускаем, просто потихонечку раскрываем, закладываем программу изменения позитивных мутаций и изменения в вашей жизни с вашим законом постепенности. Но если есть законы, которые искажали вас, которые вас ограничили в чем-то, например, такие, как я должен, я не имею права быть счастливее, чем моя мама, кто испытывал чувство вины, если у вас достаток был больше, чем у вашей мамы, и когда вы в отпуске чувствовали, что ваша мама, жаль, что она это не попробует, жаль, что ваши родители этого не увидят, жаль, вот это вот чувство вины, этот зуд в руках, зуд, супер, классно, цвета, когда в зуд идет, лимфа, лимфа и периферия, это носители информации, мурашки побежали, ноги сильнее стали болеть, да, фарига, правильно ли, на какой слог ударение, ну у меня ради бога, извините, если я как-нибудь неправильно вас читаю, ноги это опора, ноги это то, куда вы идете, чувство вины, если у меня лучше, чем у дочери, или у дочери, да, это быть преданной своему роду, в кавычках дорогие, вот смотрите, ключевой момент, который сейчас законнектит, новые нейронные связи в вашем мозге, вот можно быть, для чего быть преданной, да, можно быть, можно жить хуже, чем свой род, ну так и не стать преданной своему роду, так и не быть в поддержке своего рода, а можно без того, чтобы жить хуже, чем свой род, и быть принятой родом, быть поддержанной, абсолютно две край, крайние крайности, да, мы сейчас видим эти крайности, существуют как варианты, случая мироздания одновременно во мне, и я их признаю, осознаю, и отпускаю, по всем жизням, по всем ситуациям, по всем реальностям, вглубь родовых каналов, это ядро матери, ядро отца, нырнули в свои яичники, придатки, и нижнюю чаклу, Юрий, я помню твой вопрос, ты уже стоишь рядышком со мной, я тебе на него отвечу, на самом деле классный вопрос, аллергия, глаза чешутся, шишковидные, когда с гипофизом, идут изменения, про аллергию, да, у меня прям, есть пакеты коррекций, я их давала даже на эволюцию мозга, а мне просто хорошо, это вы третье в жизни, нарожение паразитами, что особенно обидно, спорчил отпуск, из-за этого, против, не против, а вернее, изъятие этого, кстати, в квантовом поле, да, давайте запустим антипаразитарный эффект, у меня был случай, когда мы делали квантовую инъекцию, девочки паразитов там, в центре сидела, в солнечном сплетении, убрали, и все прекратилось, матку, матку надо изъять, а с левой стороны поясницы, постоянная боль, ириш, она не отменена, просто сейчас закон воздаяния, об этом знают сейчас все маги, об этом говорят нейробиологи, сейчас меняются законы, меняется эгрегориальная структура, древо сиферот сейчас подвержено изменениям, раньше эгрегоры бились, бились друг с другом, перетягивали, сейчас это взаимодействие, посмотрите сейчас, какие идут землетрясения, катаклизм, это что такое, это по идее 15 аркан, древо сиферот, меняет свое состояние, тело земли, буфомет, это его тело, удален был правы ищен, Лариса, можно сделать, из высокочастотной плазмы, то есть поставить имитацию, которая и организм будет функционировать просто отлично, у нас много таких случаев, когда мы с удаленным желчным пузырем ставили новую матрицу, расширяли желчегонные протоки и совершенно нормально все абсолютно приходило в идеальное состояние, сильный рост волос, на лице, усы и брота, почему? гормональная, какой-то гормональный сбой, который можно убрать, Лена, у тебя заложено в эмбриональных линиях, так, мои дорогие, простите, пожалуйста, папилломы, при 2 секундах заболеваний, да, можно что-то с этим сделать, можно, это, давайте так, это будет, тема другого вебинара, потому что я прямо могу дать антивирусную, антипаразитарную, такую-то большую тему, не слабо, Танечка, вдох-выдох туда, очень жарко, да, абсолютно можно растворить, совершенно, на чем я остановилась, на сегодняшний день, многое можно не делать, на сегодняшний день, люди проживают миллионы лет, тысячи лет за час, откуда такой концентрат, внезапных приступов, тоски, чувства вины, ощущение потерянности, апатии в жизни, соответственно, идет завершение сейчас всех кармических уровней, сейчас планете Земля и всем структурам, самому мирозданию, ну просто даже по принципу, ну просто не, как это сказать, не хочу слова говорить, невыгодно, творец не повторяется, он постоянно развивается, и то, что было загружено в наше сознание, говорило только об одном, чтобы мы жили, ну, застывший какой-то дом, и развивались, а в трехмерном, биохимическом рабстве, когда плющит, работа идет хорошо, да, Сергей, имечки, да, глубь, глубь, головы, да, там соединение право-лево-полушарие идет, хорошо, давайте просмотрим, и пойдем, все-таки дальше, капу, к акупунктуре, на которой я хотела вам сегодня, дать, вот мощное тело, на самом деле она, фаренгит, а фаренгит, я не знаю, что такое, можно пояснить, можно, говорю, что можно, хотя, будет ли фазовый переход 29 августа, да, ребят, сейчас всех отрывает от земли, к сентябрю, вообще, мощнейшая волна идет, и почему, на сегодняшний день, мне дали, новую структуру заземления, именно, вы знаете, это раскрылось буквально на третьем семестре эволюции мозга, да, буквально прямо в прямом эфире, когда мы сидели, уже практически, там, не знаю, осталось 20-30 минут до конца вебинара, я смотрю, вокруг моих участников, пошла такая ячеистая структура, ячейками, вот такими, как это назвать, не знаю, применимо ли слово фрактал, да, сюда, то есть, и, главное, вот такой фантом вокруг, интересно, как, может быть, новое астральное тело, нет, на астральное новое тело не похоже, пришлось сделать паузу, и принять информацию, то есть, ченнелингу сразу, на сегодняшний день, вот эта вот необходимость в новом заземлении, есть у всех, отрывает от земли даже тех, кто полностью здоров, это связанных, это связано с тем, что на самом деле, земля, как сознание, свое концентратное ядро сознания, сместила, от самого ядра, она как бы раздвоилась, мы на переходе, мы потерялись, почему сейчас, потеря работы, кредиты, нет, нет ощущения, что я стою на своей основе, я тот, кто присутствует, управляет своей жизнью, да, обычные методы, как мы раньше там, заземлялись, уходили, там связались с ядром земли, просто не работают, секс, алкоголь, что там еще там, наркотики, рок-н-ролл, то есть, я имею ввиду, что спорт, мясо, то есть, вот эти все вещи, которыми мы обычно массажем, которыми мы это делали, да, оно просто не работает, и на сегодняшний день, я не побоюсь того, что вот та структура, которая, которую дали мне, она одна из первых, которая поможет этому заземлим, вот, она помогает сохранить фантомный эффект надолго, почему она и стала ей чистой, с чем связаны, те вливания, которые, вливания или течения из космоса, которые сейчас идут на планету Земля, просто нервные сплетения, нервные узлы, суть даже не в чакрах, сейчас нужно обращать внимание на, на периферию, на нервную систему, на, как это, на лимфу, на кровь, да, вот по ним идет, да, и сейчас у всех, вот мы очень часто, я даю настройку, да, на своих вебинарах, на наращивание предохранителей мозга, потому что предохранители, есть такое понятие, как предохранители мозга, просто горят, просто не удерживают, людей выкидывают, не доземление, либо сейчас можно привязаться к своей звездной семье, что тоже, опять же, нужно иметь тело, энергопроницаемость, понимать, что даю, это, кстати, очень связано сейчас с телепатическим каналом, и что такое ясновидение, колоссально поменялись сейчас понятие ясновидение, как заземляться, да, получается теперь абсолютно новые способы заземления, один из них, верховный механизм, открыл мне, я вам сегодня его дам, да, ну, часть, потому что я просто физически просто не успею, вот, основная информация, основная настройка, это, конечно же, вот, в записях моих семестров о эволюции мозга, потрясающая вещь, которая работает за записи, так же мощно, как и вживую, эгрегоры работают, например, зоороастризм рейки, смотрите, дорогие, эгрегоры, которые работают, почемучики такие, эгрегоры, эгрегориальные структуры, работают, если ваш зоороастризм, если рейки находятся на каком-то уровне галактическом, но не привязан к гиперпространству, вы будете работать в рамках канала рейки, вы знаете, я говорю такую фразу всегда, магию богов снимут только боги, о чем это говорит, боги, я имею ввиду концентраты сознаний, которые пришли сюда, а боги очень любят воплощаться в людей, я сейчас не беру общее понятие, что мы все богы, что мы все искры, божественные, я говорю о тех, кто помнит, кто творил миры, кто создавал вселенные, и почему сейчас, как сказать, при всем моем уважении к целителям нашей планеты, бывают вещи, которые просто восстанавливаются, они отрезают у людей, представьте, дежавю сейчас словил эту комнату, дежавю, потрясающе, отрезают от эгрегоров, от всяких, от черномагических и так далее, атаки тех, кто ведет пути в насилие, и бесполезно, а потому что создана над уровнем, который есть над кармой, над судьбой, над пространством игр, то есть там, где создавались эти игры, понимаете, там, где уже, это уже уровень, где, где сознание находится на, как это, гороскопы, как это называется, астрология, над астрологией, там совершенно другое ощущение, там совершенно другое, запись идем, лично, поэтому оттуда идет, наша задача, сегодня сделать квантовый скачок, в нашей акупунктуре, и так, наше тело, такое же мини-космос, который, окружен еще, большим таким, скажем так, полем вселенной, гиперпространством, и наша акупунктура, линии нашей акупунктуры, доказывают, что мы созданы по образу и подобию, вот, именно вселенной, чем это связано? Все, вот, скажем так, мощные силовые поля, да, они пронизывают все гиперпространство, в том числе и нас, поэтому мы связаны со всеми объектами, предметами мира, полностью, да, в информационном поле находимся, для всех это не секрет, и мы связаны, соответственно, с высшей формой сознания, да, вселенский разум, кто-то это называет, уровень жилатма, да, да, я не все знаю, если честно, я просто принимаю потоки, вот, я буду знать теперь, спасибо, Сергей, и как-то эти, так, мы связаны с информационным полем, да, и с высшей формой сознания, которую я называю верховный механизм, источник, творящая субстанция, мне нравятся очень слова, которые, ну, для меня отражают, какое-то втекание, что ли, вот эту жидкую плазму, творящую, кстати, дух состоит из субстанции, жидкой плазмы, которая находится в матке у женщин, поэтому это идентичная структура, творящая, выбирающая, вот, и человек, это подсистема биологического характера, скажем так, да, и на которую воздействует множество магнитных, полей, которые, в свою очередь, дорогие мои, определяют характер эмбриональных линий, напоминаю, да, что эмбриональные линии, если кто не знает, это эмбриология, это наука о развитии эмбриона, о его развитии, о этом зачатии, как он развивается, и так далее, и так далее, неважно, плазма, плазма кругом, она просто разной, как это сказать, разные структуры, в самом деле, вам откроют секрет, не факт, что наше сердце, мозг, выглядит так, как нам преподносят в учебниках, просто одна проекция всего мира, мы это знаем четко, да, что именно так, вы у себя видели это сердце, вот вы так кожу открывали, видели, там ничего нет, ничего нет за пределами нашей головы, понемножку буду раскатировать ваш мозг, раскрывать ваши способности, вот, и эти магнитные поля, они определяют характер эмбриональных линий роста, и поэтому Антонина, все в порядке с этим, поэтому, сказать, что эти эмбриональные линии роста, потом соответствуют магнитным решеткам в теле человека, и вселенной в целом, вот, кто может, видели сейчас, да, осознание, помним, что я не читатель теории, а вы не слушатели, я предметовый процесс, и вместе мы единое целое, а мужчины как же без, без плазмы, или что вы видите, вот, эмбриональные линии, наши линии, управляются биохимическими часами, которые, в свою очередь, биохимические часы, подвержены влиянию магнитных полей нашего окружения, вы знаете, про христианство, смотрите, мои дорогие, сейчас есть, во-первых, статья, да, за нарушение прав верующих, но я все-таки скажу такую вещь, верующий человек, это потрясающе, это классно, это здорово, на мой взгляд, только на мой взгляд, но все-таки такой человек, обречен быть отделенным от своего бога, он просящий, понимаете, а кто право заявляет, тот его и получает, а право заявляет тот, у нас программа безволия, в костном, вот буквально вчера, в эволюции мозга, давала своим участникам, своим дорогим участникам моего проекта, на настройку на изъятие программы безволия, с костной всей системы, мы забыли о своих правах, поэтому я здесь, как бы постараюсь мягко обойти, потому что, христианство, да, это определенные порталы, это определено в рамках, в рамках того, что вы, даже молитва, знаете, как по структуре, она как будто бы из будущего цепляет потенциал, верующий человек живет, хорошо, но на необходимом, достаточном уровне, что такое необходимый, достаточный уровень для любого, религиозного игры, живи в скромности, да, то есть, ну, все остальное от лукавого, а дьявол, дьявол на самом деле, что такое дьявол, с которым мы боролись тысячи лет, что такое дьявол, это деньги, любовь, здоровье, это творящая, собственно, это бог-пан, бог плодородия, вот, просто потом, со временем, искусственная матрица, человечество наделило ему там, рогами, копытами, всеми этими структурами, опять же, это отдельная, тема на вебинаре, по-моему, мои дорогие, партнеры, создали анкетку, да, на которой там как раз, вы можете потом сделать, поставить галочку, какие бы вебинары вы хотели, еще какие бы темы вы хотели послушать, вот, и одна из них, по-моему, там касается дьявола, как раз, вот, и, едем дальше, да, хорошо, просто просмотрела, вот, и, вот эти эмбриональные линии, которые управляются биохимическими часами, соответственно, в свою очередь, подвержены еще, излучению, влиянию, магнитных резонансов, которые действуют, непосредственно в окружении человека, и, если нет, влияния, вмешательства, высшего, эволюционного программирования, высшего, эволюционного программирования, то, мы находимся в биохимическом рабстве, кружевый узор, еще чуть позже, когда я начну, похоже, мы не укладываемся в полтора часа, скажите, если устали, я прервусь, и мы эту тему оставим на следующий раз, так, немножко, искушаю вас, вот, я хотела дать вам настройку, шикарно, сухость во рту, постоянно пейте, дорогие, пейте, если есть возможность у вас, бегайте, слетайте за водой, продолжим, благодарю вас, и продолжаю, хорошо, и, когда у нас не подключен высший эволюционный уровень программирования, то мы находимся в биохимическом рабстве, трехмерной реальности, о чем я говорила, это всего лишь один из частных случаев, мироздания полностью, и мы видим эту реальность, да, земли со всеми ее законами, со всеми ее созданными структурами, ценностями, понятиями, проекциями, что порядочно, что должно быть, во сколько лет у нас должна прекратить вырабатываться гиалуроновая кислота, а потому что у бабушки у вас столько лет был, как это там, климакс, значит, как еще, у нас же со смаком, еще наши предки нам рассказывают, бабушки, вот, мне повезло, у меня там всего лишь там в 55 начался, там, да, вот такой вот, вот такая вот вещь бывает, вот, и в этом случае наше тело, это решетка магнитных полей, которая двигается в рамках, в рамках нашего высшего я, которое определено, но в свою очередь, оно связано, связано полями, межгалактическими линиями, я понимаю, наверное, сейчас нет звука, да, звук хороший, угу, Танечка, вот, Таню, окситоциновое число, окситоциновых рецепторов, наверное, зашкаливает, благодаря тебе, дорогая, вот, я, в свою очередь, наша электромагнитная решетка, связана с полями межгалактических линий, межгалактические линии, существуют, независимо от нашего высшего я, но они нуждаются в нашем управлении, они нуждаются в нашем руководстве и вмешательстве, так как они пронизывают сразу много уровней, много эволюционных порядков, но действуют в рамках вашей среды, где вы взаимодействуете, да, то есть это квантовое взаимодействие, мы подходим к теме плавно квантовое взаимодействие через полтора часа, и они действуют в одном и том же локальном пространстве, но в разных измерениях. Люта, дорогая, а не надо представлять, я, собственно, сейчас, да, тот хаос, который создается из большого потока информации и энергетических потоков, он направлен на то, чтобы разрывать эмоциональные петли, да, и, как бы сказать, доминантные нейронные цепи вашей старой жизни, старого восприятия, той сутью, которой вы являетесь, вы меня все равно слышите, вы все равно начнете замечать скрытые ритмы жизни, да, и ощущать некую своетворящую субстанцию в голове гудит и шевелится, это звон гепаталамуса, гепаталамус сейчас работает на огроменной скорости, а сознательная часть ума, она просто не успевает обрабатывать информацию, вот, поэтому это нормально, дорогие. Идем дальше. И вот эти межгалактические решетки, они не подчиняются никаким законам физической эволюции, именно физической, дорогие. Это энергии совершенно иного порядка, они лежат над теми уровнями, которые, я сказала, да, над уже, над гороскопами, над всеми считалками, над линейным выстрятием, над дуальностями, абсолютно, совершенно. Если всегда шум в голове, нужно смотреть вот здесь, задняя часть шеи, если он вообще всегда, если он идет как патология, да, дорогие мои. Девочки, пожалуйста, не отвлекайте, да? И это энергии совершенно иного порядка. Вы знаете, вот я сейчас постепенно отхожу уже от понятий даже энергии, потому что это можно назвать разными видами материи, субстанции, субстраты, субстензии, блуждающие энергии, живой жидкий свет, фотоны. это все имеет разум, не совсем понятный нашему, скажем так, линейному восприятию. И тело же человека действует на молекулярно-биологическом уровне, да, и ограничено резонансными решетками своими, то есть локальными, да, ограничено, хотя линии подключены. Соответственно, что помогает, да, нам как-то нормально. Нормально, вот для меня это ничего. То есть, да, нормально функционировать, как-то поддерживать аминокислотный уровень в организме, аминокислоты, что? У нас из аминокислот органы состоят, ДНК, да, соответственно, ДНР это информационные антенны, и наш мозг это тоже те же самые аминокислоты и пептеды. Получаются новые ресурсы космоэнергетики. Я прекрасно отношусь, но я никогда и, честно говоря, не занималась. Я так, знаете, так паузу сделала, открыть вам сейчас секрет или когда вы придёте ко мне на... Я напрямую приглашаю в наглую, простите меня за такую вольность, приходите на эволюцию мозга, да, вот, вернее, вот, приобретайте мои вебинары, там много чего полезного, и там я рассказываю как раз о тех вещах, которые многие опускают, скажем так, на ютюбе, в открытых трансляциях именно через ютюб, потому что есть вещи, которые вот можно говорить тем, которые... А вы же знаете, да, не секрет, что мы ночью, на ночь мы все умираем. Это иллюзия, что мы вообще спим, просто когда даже мы переворачиваемся, мы мгновенно собираем память о себе, но пока мы спим и во сне мы умираем. У нас у всех работает портальность, портал и, скажем так, смерть. Смерти не стоит бояться, потому что это та структура, которую нас заставили бояться, на самом деле из тьмы рожден свет, который потом породил инь и янь эти структуры. много случаев на сегодняшний день в нашей практике, когда люди утром вставали с новыми суставами. Абсолютно до этого человек не ходил. Тазобедленный сустав, выворачивала ногу, утром человек встал и просто с новым суставом. И четкое ощущение того, что он новый. Понимаете, да, конечно, это не разрезать, не проверить, но когда, вы понимаете, когда вот сегодня он вечером не ходил и по, и запускается канал квантовой хирургии, да, и борты кораблей, лаборатории, с которыми я работаю, от которых я, скажем так, вам перевожу тексты, даю новые частоты, то есть тех мест, которые не принадлежат нашей галактике, а то и близко даже к нашей, скажем так, к космосу и к космому, к царствам, которые находятся в нашей структуре всех вселенных. Это передовые технологии, и я сама себе собирала голеностоп, за три раза и то, потому что дважды я вспоминала, что он у меня должен болеть. У меня профессионального болета семь лет, и ноги были очень сильно покорежены семь лет стоять на планах, когда один палец у вас есть, потому что в болет выбирают по двум или по трем пальцам, которые должны быть ровные. Каторжный труд, который был семь лет, потому что я была очень толстая, косолапая и сутула. Я не замечала ни боли, ничего, я просто в кровь стирала пальцы, ноги, ломала свои взъемы и так далее, и так далее. И левый мой взъем, он начал себе давать знать в прошлом году, знаете, может быть видели, когда престарелые люди встают с кровати утром, когда они закостелели и там идут в туалет, и потом они расходились вроде нормально, вот у меня также было с левой ногой, пересобрали, прямо даже мне не пришлось для этого уснуть, умереть, для того, чтобы встать снова, пересобрали. Вот такие вещи на сегодняшний день, поэтому я к слову космоэнергетики, я ее уважаю, преклоняюсь перед всеми, да, кто работает вот на этих частотах, но, вы знаете, для меня был большой страх дерзнуть и сказать, допустим, о том, что существует там не 7 слоев там кожи, а 17, например, да, что это можно проявить, я просто это помнила, но моя личность вот мне я просто взяла на себя смелость говорить, что даже если меня признают там ку-ку немного, да, то есть какие-то там слои, которые, которые просто живут в другой матрице реальности. Я просто четко решила, что я буду создавать вот тот случай мироздания, на котором мне кайфово, потому что на самом деле на сегодняшний день постижения божественного через великие муки, через святость, через самобичевание закончились, экстаз, экстаз, сексуальность, вот то бесчестие, которое произвелись, скажем так, с Девой Марией или Богородицей, что сделали женщины? Ее лишили сексуально-экстатического слоя, сделали чистоту, непорочность, все остальное грязь, все лукаво. это ядерная энергия, это плазма, онкозаболевания, многие происходят из-за того, что она задерживается там, это, как сказать, радиация высокого порядка, которая опять же вырабатывает наши шишковидные, все у нас есть в нашем священном мозге и в наших мини-мозгах по всему телу. Это все возможно, и к чему я веду дальше. Поэтому я шикарно отношусь к космоэнергетике, ко всем практикам, ну, просто вот, знаете, есть такое понятие, простите за сленг, отмороженный человек. Вот я в каком-то смысле в плане изведать, в плане трансформации на себе самой, привнести новые инструменты, показать их миру, у меня нет границ. Просто потому что, ну, вопреки то, что сейчас говорят, я могу сказать, что сейчас новое влияние, вливание новых разумов сюда идет, возрождение богов, чтобы перестать постоянно рождаться и постоянно заново учиться ходить. Это нормально, жить полторы тысячи лет. Это норма. Если мы хотя бы пять процентов достигнем, то все остальные сразу перекодируются тоже. Ну и, конечно же, нас разделяют, да, на две версии планет. Вот. Тело человека, да, действует, как я сказала, на молекулярно-биологическом уровне. и вот это нормальное поддержание, да, аминокислот, ну, позволяет нормально, в принципе, в время, спасибо, Люба, спасибо, дорогая, позволяет двигаться нам вот в том, что нам определено, то, что нам сказали, не важно кто, так было, мы уважаем весь опыт, да, и наш молекулярно-биологический уровень был отрезан от этих моделирующих уровней гиперпространства. Именно от системы передачи данных, которая лишит вас нули квантовой медицины и самовосстановления организма. Как только вы повернули, сказали, да, есть. Вот. И от еще, да, есть такое понятие, как биоэлектрическая активность высшего я. То же самое, мы были просто отрезаны. Вот, но для того, чтобы управлять этими гиперпотогами, этими полями вращения, да, всеми этими субстанциями, нам необходимо включить, во-первых, высшее я. Да, да, здорово. Знаете, я прям даже паузу сделала, потому что я сейчас какое-то поймала ощущение какого-то глубинного единства, да, ощущение того, того состояния, что давно-давно тосковала, и что вот оно сейчас, вот, оно где-то рождается. Мне можно, понимаете, вам можно все, да, можно все. И вот моделирующий уровни сознания, да, это пространство игр как раз. Это то, где мы сами закладываем уже эту игру. Это невероятное состояние. Интерес, импульс интереса, он мгновенно начинает проявлять в вашей реальности все желаемое. Это именно связано вот как раз с нашей акупунктурой. Как раз через это, через моделирующие уровни нашего сознания, нашей реальности, через эволюционные пласты лежит поддержание совершенства нашего тела. Совершенство, я имею ввиду неухоженную старость. Да? Ну, ну, просто, ну, мы не согласны. Да? Мы принимаем чужие опыты, да, кто хочет, пожалуйста, так. А мы по-другому. Мы теперь на другой линии жизни. Я вас сейчас молекулярно перетащу туда. Раскрывается сердце. Знаете, говорят, когда, да, когда ты чувствуешь, ощущаешь любовь, нужно делиться этим. И у меня сейчас она открывается. И для восстановления вот этой связи, да, с высшими энергетическими планами, что нам необходимо? Нам нужно акупунктурные линии нашей старой системы, структуры нашего старого тюнинга в узловых точках раскрыть и привязать гиперпространства. Открыть в точках пересечения. Чем мы сейчас и займемся. Открыли клеточку, погружается тело сознания, сейчас то состояние, потихонечку, пока мы наслушаем, пока ваша клетка слышит меня. Вот в этом случае будет достигнута гармония клеточных решеток и со всеми физическими проявлениями, которые инициируют источник. Инициация источника это совершенство. Функции старости, увядание это необязательные, у смерти это необязательные, функции много. Ира, спасибо большое. Я бы в лёжи не научила меня любить. Серёжа, дорогой, все мои дорогие, если кто-то здесь есть, скорее всего здесь есть участники, то, что я скидывала в наш чат ссылку на вход. Здесь есть мои участники наших проектов. Присоединяйтесь, дорогие, к нашему волшебному космическому кораблю под названием «Эволюция мозга». И как в записи, так и потом в последующем четвёртом семестре, который будет дальше идти. Благодарю. Приятно очень слышать такое. в этом суть соединения молекулярной биологии и квантовой медицины. сейчас открываются новые науки, как эпигенетика. Это потрясно. Это совместить научное с божественным. сейчас уже посмотрите учёные говорят дальнодействующий разум. Базон Хиггс частица Бога открытой и так далее. Вот эти все вещи. Мы все переходим на новый программный уровень обеспечения. Мы начинаем становиться творящим звеном. Это ощущение вы знаете ни с чем не спутать. Я честно вам скажу, оно ничего общего не имеет с духовным просветлением, с тем, чтобы сидеть, постоянно медитировать, лишать себе каких-то радостей. Это экстаз, дорогие, это чувственное состояние проникновения в каждое, вот каждый стол, каждый предмет вы его слышите, каждую мыслеформу слышите. И как это сказать? Я вам сейчас передам через анаплазию, через состояние, которое испытывает мое тело. это ощущение даже с таким, как это сказать, немного, наверное, чувственным, экстатическим состоянием передикания, вот, эйфория, да, это даже еще глубже, если вы сейчас нервнете глубже, вы прямо почувствуете волну. и для этого перехода мы продляем наши акупунктурные линии в гиперпространство по узлам, которые в свою очередь соединены с аппаратом управления. Вот уже межгалактические линии, это уже как бы сказать, это уже поля врач, ой, сегодня полнолуние, да, луна, что у меня там, фонарь такой светит, потрясающе, жемчужную луну поймаем, девочки, луну на лицо себе, накладываем свежесть, жемчужные потоки сейчас могут открыться, и циркуляторные системы вот в этих межгалактических линиях, то есть поля кручения, да, они включают и свет, и звук, и голограмму, и фантомный эффект, фантомный эффект, опять же, вот эта новая структура заземления, которая у нас есть, она сейчас везде присутствует, фантомный эффект, он способен сохраняться в летельное время, мы заземляемся, заземлились, нас опять оторвало, оторвало, и имеет ощущение устойчивости, и при помощи межгалактических линий можно регенерировать, дорогие, тринадцатый, ну это она на подходе, тринадцать, потрясающая цифра, это орган смерти, он означает, что мы даем умереть тому, что уже готовы умереть просто, все, что неизвольственное нашему естеству, толкните это все на город, улететь, и регенерировать любой орган, и при достаточном уровне энергии даже воскрешать мертвых, вот, вы знаете, у меня есть уникальный опыт с моей родной сестрой, близки, и те, кто меня знают, они знают, как я ее, как я ее умирала, я полностью прожила в том состоянии, что такое межгалактические линии. Спасибо. Как же заземляться, и мы как раз мы заземлимся, я вам покажу волшебную часть этого заземления, вот, прямо вот в прямом эфире. Итак, дорогие мои, закрываем глазки, делаем глубокий вдох и медленный выдох. Происходит сейчас так, что я приглашаю сюда в наше квантовое многомерное кристаллическое пространство. Тут сектор квантового поля, который работает с соединением и с трансформацией, с эволюцией нашей акупунктуры в области соединения с межгалактическими линиями, с гиперпространством, точках пересечения, соединения наших нижних и внутренних структур с более высокими уровнями творческой энергии. точке перехода. Активация сейчас происходит. Включены, размещены сейчас лаборатории борта и кораблей, которые работают с точками перехода узловыми точками клеточной памяти. Вся информация, когда я есть отдельная структура, я капсула, я жесткая ментальная конструкция, сейчас все эти искажения уходят, аннигилируются, трансформируются, телепортируются или растворяются в кислотной среде нашей плазмы. любой из предложенных вариантов. Ваше позволение, моя работа. Я восстанавливаю свою связь с высшими энергетическими планами. с высшим эволюционным программированием. Акупунктурные линии моей прежней программы соединяются с новыми межгалактическими линиями. Что позволяет мне извлекать из тела высшего Я в высшую энергию. которые используются для поддержания функций обновления в моем физическом теле и регенерации. Регенерации потерянных органов регенерации всех структур здесь можете даже назвать что вам хочется кожи волосы я закладываю программ будем многомерно чтобы объем открываются все клеточки на принятие этим потоком новых вливаний живут животворящая субстанция которая проходит теперь через каждую мысль через каждое мое действие с каждым днем я с радостью наблюдаю проявление новой парадигмой новых ценностей в своем мире соединяемся со своим будущим аватаром у которого уже этот результат есть полностью проявлен созидательное сознание здесь и сейчас в новом чистом контуре восприятия и нового проявления моих даров моих потенциалов происходит восстановление сейчас мдг структур активация мобильно диспергированных генов это гены которые были внедрены мирозданием то есть уже заложены но они были спящими в нашем организме а когда мы пошли путем уже техногенным скажем тогда попали тувальности и начали уходить программы самоуничтожения и раздание вселенный источник назовите как хотите оно мудрое оно начало само проявлять вот эту активацию спящих слоев днк мобильные диспергированные гены прямо сейчас производят шунтирование восстановления поврежденных матриц при зачатии при рождении при всех искажениях которые были привнесены по воплощению по памяти поврежденных наших причинах смерти ведет полное восстановление работают все уровни нервы клетки кровь атомы молекулы молекулярные решетки системы организма нервные сплетения хорошо так идет информация на вашу группу дорогие что процесс открытия акупунктурных узловых точек будет продолжаться в течение некоторого времени связано наверное скорее всего с вашей постепенностью с вашими скоростями и со способностью как вы трансформируетесь то есть прыжками скачками или постепенно потому что это тоже отражает ваш личный уникальный опыт трансформации небо если будет ментальное замешательство в голове это я называю такой токсин в виде мыслей мы растормошили всю лимфосистему кровь мы обязательно на каждом всегда занятии в эволюции мозга мы всегда работаем кровь лимфа нервы это однозначно всегда автоматически все системы мы все как одно живое существо автоматически она все подчищает кому-то меняет кому-то выводит сразу выходя на событийное поле потрясающий просто проект дышим мои хорошие спокойно доверяем процессу так прямо в крестце пошла настройка мощная это отлично что если в основной массы пошла то остальных тоже по скажем так по уже по прогрессии геометрической прогрессии как говорится догонит если крестец пошел значит то что мы сегодня нового закладывали уходит в крестец блок перераспределения вот это знаете вот эта творящая субстанция которую можно извлекать из высшего яда она выглядит как раз это состояние плавучести тягучести плазмы этой жидкой плазмы она как раз активирует теломеразу это то что наращивает наши теломеры на концах днк концевые отростки от них зависит времени или обложения регенерация обложения долгожитель в 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 взрыв дорогие у кого-то прям ядерный взрыв в клетках прям долго долго сидела все ваше существо прямо бьет целым фантаном это классно потому что молекулярный взрыв тоже здорово Перестройка вообще всего, ваших биохимических часов, вашего мозга. Так, помню еще кружево узор, да, новое заземление, чаши мы сделали. Просто, наверное, я очень хотела вам понравиться, потом вдруг отвечала на вопросы. На самом деле, потому что еще была такая тема, да, у меня записано прямо себе планчик накидала, мутация солнечного сплетения. Но я думаю, что вы сегодня такую хорошую дозу всего этого получили, что последующий вебинар, я думаю, можно оставить. Вот, здорово, что я так здорово, что я с вами сегодня познакомилась. Новый виток. Трясающее состояние. Хорошо. Для того, чтобы, я сегодня вам сделаю активацию нового заземления, да, но для того, чтобы ее укоренить, ее, то есть, нужно еще больше, как бы, ее, так сказать, интегрировать, что ли, новую структуру под ней. Вот, на сегодня уже какая-то, да, какая-то часть пропишется, вот, Танечка скидывает ссылки на эволюцию мозга, пожалуйста, записывайтесь. Вот, тут же еще, кстати, тем, кто собрался отдыхать, или те, кто живут в Европе, те, кто собрался в сентябре отдыхать. У меня потрясающий ретрит на второй поток набираю, это сакральный портал Венеры. Нам вообще, у нас будет полностью, и я буду вас переводить прямо по молекулам в другое тело. Буквально будет телепортация, фактически, темы будут тотально потрясающие, связанные с омоложением, потому что вместе, наряду с этой волной, когда мы заканчиваем старые долги, подождите меня, благодарите, мы еще не заземлились в старые долги, спасибо, Светочка, вот эти, да, они как концентрат на полях. Мы сейчас выходим из управления, которым мы были подвергнуты от физических родителей. Мы выходим на сакральную свою природу, раскрывая все свои потенциалы. Вот, поэтому сакральный портал Венеры, у кого есть визы, да, бежать, у кого нет визы, но если у вас есть время сделать срочную визу, то я делаю скидку там 5000 рублей, потому что она на 5000 дороже, чем обычно, если ее ждать 3 недели. Портал Венеры, вот, почитайте, просто мы приехали только-только с гор, с ретрита, и активировали там гидроплазму. Гидроплазма – это состояние воды в нашем организме, которое останавливает энтропию, разрушение, старостью питания. У женщин менструальный цикл начался тогда, когда заблокировался гипофиз, понимаете? Это система, которая вот этого случая мироздания, мы же на другом. Поэтому приезжайте, не пожалейте, будем купаться в волнах экстаза, мы будем там наращивать окситоциновые рецепторы в передней поясной коре мозга и их регенерировать. Так, хорошо. Хотел ответить на вопрос, очень коротенько, но потом я его буду раскрывать, если вы пожелаете меня все видеть. По ясновидению. Как открыть ясновидение? Дорогие, на сегодняшний день у многих закрывают моменты ясновидения. Вы просто наблюдаете, да? Вы слушаете меня, да? Вы используете эффект пассивного курильщика, как и говорится, да? Все равно процессы, которые сейчас идут, я работаю. Пока я разговариваю, работа идет, я за ней слежу. Сейчас закрывают то видение, ясновидение, которое было и открывают телепатию, видение 7D. Как лишний вес телепортировать? Это нужно гормон лептин, резистенцию к лептину и лимфокровь держит. Почему сейчас лишний вес идет? Опять нет заземления. Много причин, даже у вегетарианцев, у тех, кто кушает мало, да, но вес все равно стоит. Мозгу надо питаться, и он будет изымать из ваших мышц аминокислоты. Соответственно, что заменять, заменяться начинает с жировой массой. Поэтому белки в каких-то других видах постарайтесь употреблять. По крайней мере, я советую так. Хотя принимаю любую ошибку. На сегодняшний день вновь переводят на многомерное считывание. Поэтому как таковое ясновидение сейчас преобразовалось в анатомическое ясновидение. В анаплазе от макинеза это новой сверхспособности, нового времени. Ясновидение можно открыть очень простым способом. Один из простейших способов, я вам расскажу сейчас секрет. Тело. На теле записано старый разум, старых химических каких-то там реакций, да, и старые парадигмы. Что нужно сделать с телом? Из Евросоюза? По-моему, нет. Вот не знаю, Лидушка. Вот у меня девочки едут с Англии, это Евросоюз, да? Просто возьмите косточку и каждый день третите вот здесь себе третий глаз. Как только тело за него интегрируется, что у него, оно будет четко знать, что у него еще третий глаз, он у вас откроется. Это самый простой способ, сейчас о более детальных, о более многомерных не рассказываю, да, другие, потому что прошло уже два часа. Погромче, да, говорить. Так, может быть микрофон, может быть что-то, звук хороший, да, хороший звук. Да, у меня иногда бывает, что голос как бы садится. Одни косточку, косточкой пальчика, косточкой пальчика вот это место. Вот это место. Каждый день. Вот. Сначала нужно допустить тело, физическому телу, вот этой косточкой, вот этой косточкой, вот это место. А там дальше это уже идет с шишковидной, уже работа с гипофизом на пульсации. Это тоже отдельная тема. Я, конечно, очень хочу вам все рассказать. На уровне духа монады я так и делаю. Как долго? Ну, попробуйте. 21 день. Здесь еще нужно со слепым пятном поработать, со зрительным нервом. Это тоже отдельные темы. В эволюции города прям вовремя ссылка потрясающая, да. На самом деле это прекрасное времяпрепровождение, да. Как часто, ну, знаете, как обычно бывает, вот перед сном активность, да, потому что шишковидная, она переходит на другое, у вас прописывается, да, идет. Вот, рано утром в дремоте, пока вы еще не собрали старую память о том, кто вы есть. Итак, дорогие, приступаем к заземлению, кружу, узору. Прямо сейчас заявляю, проявляю, делаю проявленным новый вид заземления, который, да, не был верховным механизмом для каждого, настолько, насколько сейчас это возможно. Вот, тема заземления, она, думаю, что она еще больше и больше будет в будущем раскрываться. Необходимые сегодня вещи. Зеленная мудрая, да, гиберпространство мудрое, она, как бы, как бы, идет, развивается, да, творец развивается, она никого не ждет, она не ожидает, там, нет состояния, там, кого-то жалости или чего-то такого. Да, и так даже, на самом деле, когда глаза горят, это активация шишковидной, изменения идут в биохимическом составе вашего мозга. И сейчас вот все зоны низкой гормональной активности, которые спали, мы подняли на сегодня. То есть, сейчас смотрю, до 80% нашего сегодняшнего населения уже, вот, дорогие, и сейчас прогружаются, вы ее можете увидеть, ощутить или представьте, вы образите, что как будто на вас надевается такой световой цилиндр, они собраны из сот, из многомерных кристаллических сот. Только у каждого из вас будут эти кристаллические соты, возможно, разного рисунка. Кого-то купить, это с вашим геном сущности, связанным с вашим, именно с вашим, как это сказать, уникальностью вашей души. Именно вот, да, может быть, связанным с вашей аурой, как она у вас выглядит, на каком уровне ваши чакры раскрыты. Поэтому представьте, что вы вокруг, вот эти вот световые, светокоды, сознания, у которых есть фантомный эффект. Вот это заземление держит фантомный эффект, а значит, это действие от нашего вебинара, от наших вливаний, течений, от наших сейчас потрясающих изменений пойдет все больше и больше. И фиксируем затылок, крестец, под коленами, стопы, обязательно коленочки, промежность на пупке завязали. Проводили вверх по блуждающему нерву, затрагивая наше сердце, легкие сердце, горло, делали круг. Очень хорошо идет новое заземление. Состояние, состояние будет устойчивости, состояние, что я потерялся, да, ни одного доказательства, правильно ли я иду в этой жизни, туда ли я иду, постепенно будет исчезать. Потому что на наших частотах уже нет страха. Сегодня такой максимально во времени. Так, хорошо. И сейчас беру ваше кружево. Кружево это ваш истинный эталонный план духа по вашему предназначению, который вы задумали. Ту программу, которую вы решили воплотить как творящая субстанция с эволюционного уровня программирования, там не писалась ваша игра. А ваша игра однозначно написана так, чтобы вы испытывали удовольствие. Восторг, экстаз, интерес, желание жить, изучать себя. Сейчас беру ваше кружево и связываю с узором. Узор это то, что вы проявляете как личность уже в нашем физическом пространстве. Потому что кружево зачастую после таких глобальных, таких мощных трансформаций, осознаваний, потоков, оно разворачивается буквально, знаете, как это представить? Как часовой механизм, как деталью поворачивается, связывается с вероятностью, связывается с возможностью. И вы идёте на расширенном восприятии жизни, принимая, материализуя всё, что идёт. Только будьте готовы принимать это. В расширенном ключе. Предвкушаем в расширенном ключе. Вообще, тема, тема тоже кружево узора. Инна, дорогая, дай ссылку. Смотреть там. В ссылке, которая сейчас скинута, там тоже всё углублено. Сейчас дождёмся окончательного построения ваших ячеек, фракталов вот этих. И уже можно будет завершать. Вы знаете, насколько потрясающе считывать 7D и телепатическим каналом, нежели чем картинкой. Если вы будете видеть картинкой, вы не успеете за временем. Сейчас вы видели, мы терабайты информации перезагрузили и трансформировали. Или гигабайты на 1 микро-наномиллиметр нашего существа по всем уровням одновременно. Если бы это делалось по линейным принципам, мы бы объём бы вот этот вот не взяли. Сейчас происходит синхронизация соединения с вашим событийным полем. Балансировка. Вот, поэтому, когда картинку дают посмотреть, её растягивают. За счёт растянутого момента времени. А вот Инна скинула ссылку сюда, дорогие. Простите меня. Когда растягивают картинку, мы видим жизнь в растянутом моменте времени. Я же вас приглашаю пойти туда, где жить вне законов времени, но наблюдать объекты существующие, но не зависеть от них. От ограничений уйти невозможно, от них можно только не зависеть. Принять это всё, увидеть, сказать, «Хорошо, здорово, я как творящая субстанция наиграться, выключаю просто интерес. Кто право заявляет, тот его и получает». Потрясающая фраза, которая возвращает вам состояние выбора, состояние творения. Всё зависит от того, кто. Что происходит в твоём хрусталлике сейчас? Дай позволение, разрешение лаборатория, в бортам корабли, произвести космическую операцию. Скажите, что вы чувствуете, что вы ощущаете? Потоки ещё идут. Вот сегодня дали ровно столько, сколько мы, ну, просто мощной невесомости. Да, мои дорогие, будет немного в состоянии пустотности умственной части сознания, потому что мы много обнулили. Астигматизм. Не помню, что такое астигматизм. Напомните, пожалуйста. Докс, супер. Поэтому будет состояние нового качества. Вы теперь новые. Вы завтра в мир, если у вас ночь. Шагните новые. Спросите, как это? Интересно, как я новые проявляюсь? Вы начнёте замечать, что на те же самые ситуации, по принципу того, что ваше сердце увидело, просто невыгодно реагировать по-старому, просто с меньшим, 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 будут проявляться новые качества, новое поведение, новые даже слова от вас. Это потрясающая игра. Клонит в сон, жарко, хорошо, отличный поток, супер. Регенерировать поджелудочную при диабете с инсулином. Да, можно. Инсулин вообще, это же, вы знаете, по диабету, у меня где-то был вебинар, я, наверное, его, если хотите, могу дать. Это же доставщик. Почему сахар в мозг доставляется без вот этого транспортировщика? Там можно подойти с другой стороны просто. Я просто сама, да, вот именно на сеансе исцеления, то есть, ну, я сейчас больше ухожу. У меня хватает групп, хватает проектов, хватает всего. Это всё можно делать. И на наших ощущениях нового рождения сижу улыбаясь, комфортно, радость. Благодарю Ержине, дорогая, за исцеление энергии. Сколько от вас радости, сколько от вас, каждый ваш посыл, каждое ваше сердце сказанное от меня трикошетивает, к вам ещё с большей волной и благодарности. Кто-то бегает там за отзывами, кто-то бегает за... В моём поле потрясающие люди. Я вас благодарю. Зубы можно восстановить. Сама не восстанавливала, но есть такие наработки по этому поводу. То есть, я потихоньку просто мое тело ещё не успевает крово. Я так не сплю. На правом полушарии спит, левая работает. И наоборот, как у дельфина. Благодарю. Скайп-консультации. Пожалуйста, записывайтесь. Потому что 28 числа я улетаю, улетаю на ретрит. Кому интересно, пишите по ретриту, по эволюции мозга. Именно такие вот консультации могу принять до 27-го, включительно до вечера. Потом уже... Благодарю. Я в такие моменты не знаю, как прощаться. В общем, отключаюсь. До новых встреч. Записи энергии будет работать. Весь курс эволюции мозга расходится, как горячие пирожки. На самом деле, и здесь цена сделана такая сейчас. Только сейчас будет. Потому что, на самом деле, столько отзывов я получаю. Люди проходят сами, даже не догоняя группу, даже приходя на последние семестры, но догоняя по приобретенным записям результаты не только с физическим телом. Там полностью идет сразу прогрузка на ваше событийное поле, на ваше качество жизни. Ну, потому что, как бы, даже если и страдать, то можно в Мерседесе страдать даже. Благодарю, была рада, что попала, видимо, не случайно на встречу с вами. Одного великого спасибо. Добро пожаловать в мир богов. Добро пожаловать в канал, в мое сердце для вас. Все. Буду сейчас прощаться, буду плакать от счастья. Субтитры сделал DimaTorzok